Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на седьмом туре Лиги Чемпионов. Сегодня у меня встречаются две хорошие команды. Это Deportivo и Dinamo. Начался у нас матч. Deportivo начинает поактивней. Сразу теряет мяч в атаке. Позиционная атака от Динамо Дрезден. Матч начался. Пошире начинает играть Динамо. Пытается подержать мяч подольше. Пас вратарю. Вратарь играет попроще, чем защитники. Борьба в центре поля. Мяч выбаривают игроки. Первый удар поворотом. Подстроился с левой нерабочей ноги. Пытается выйти из-под прессинга игроки Динамо. Перехват мяча. Снова борьба. Бориса пытался пробросить мяч по флангу, но мяч уходит в аут. Неплохой момент на фланге уже у ворот Deportivo. Но броняющая вся команда выигрывает борьбу и получает право на вбрасывание аута. Снова в борьбу передача. Хорошая передача. Но снова таки защита снова выбаривает положение свое. Ну, в общем, это все лирика. Снова момент. И снова удар. Защитник выносит мяч головой. Неплохая атака была. Мяч скидывался в центр поля с передачи на фланг. Со фланга. Ну, сейчас, конечно, поактивнее играет Deportivo. Поинтереснее немножко. Но вот борьба в центре поля она дает о себе знать. И постоянно игроки, так сказать, ух, удар. Неплохой удар от четвертого номера Deportivo. Выходит из обороны. И руки Динамо. Ну, вот центр поля становится таким камнем преткновения для обоих команд. Если у Deportivo получается создать моменты где-то более через широкую игру, то есть через фланги, то в Динамо Дрезден инициатива вся останавливается где-то в центре поля. Вот снова перехват, но уже на своей части поля. Обыгрывает отлично на фланге игрок Deportivo. Передача. Хороший момент. Удар! Блокирует защитник мяч. Но это еще не конец. Снова борьба на фланге. И защитник на этот раз снова справляется. Это шестой номер. Сейчас хорошая позиция есть у игроков Deportivo. Вбрасывает хорошо аут. Ну и снова удар поворотом. На этот раз снова мимо. Быстро вводит вратарь мяч в игру. И снова центр поля становятся проблемой для игроков Динамо Дрезден. Неплохо выходит из обороны Динамо. Первый момент может создать. Ну, опять же, не получается качественно выйти к воротам соперника у Динамо. Хорошая передача в центр. Снова на фланге борьба. Получается пройти в 69-й номер. Пас. Отлично убрал на замахе. Прекрасно. 1-0. 1-0. Deportivo забивает. Прекрасный гол. Снова на правом фланге, через который активнее атакует Deportivo. Снова в 69-й номер выиграл борьбу. Прекрасным финтом обыграл защитника. Отдал в центр передачу. Забил у нас 18-й номер. Это Александр Сиренко. На замахе прекрасно убрал защитника. И качественно пробил в противоход в вратарю. Прекрасно. Подача не получается. Не получается у игрока Динамо. Но прошла первая атака по флангу у Динамо Дрезден. В принципе... В принципе, Динамо пытается использовать тактику скорее уже Deportivo. То есть играть более шире. То, что Динамо пропустил гол, это довольно симптоматично. Потому что Deportivo был активней. На индивидуальных действиях выходил в атаку. Создавал моменты. И, в принципе, 1-0 пока что на данную минуту. Это логическое развитие событий. Снова Динамо пытается контролировать мяч. Выходить из обороны в атаку через короткий или средний пас. Вратарь неуверенно выходит из ворот. 1-1. На центр поля показывает арбитр. Довольно суббурная атака получилась. Ошибка вратаря на выходе. 1-1. Забил Тимащук Ярослав. После ошибки вратаря. 1-1. В общем, мы вас и поздравляем. Потому что матч становится еще более интересен. И по поводу интриги. Тут есть огромные вопросы. Снова такой Депортиво. Пытается играть через центр. Передача на фланг. Подача в штрафную. Вратарь играет неуверенно, но эффективно. Контр-атака со стороны Динамо. Передача на фланг, но некачественная. Вратарь забирает мяч в руки. Вводит быстро в игру. И Депортиво успокаивает игру. Как казалось на первый взгляд. Но снова передача на фланг. Но, увы, для команды Депортиво аут. Не в их пользу. Снова потеря мяча в центре поля. И Ков Динамо. Но качественно подчищают за защитниками. Полузащитники. Неприятный момент случился на половине поля Депортиво. Игрок команды Динамо-Дрезден лежит. И арбитр просит на поле медика. Медицинскую бригаду. Неприятный момент произошел. Сейчас будут разбираться, что и как. Может ли игрок продолжить игру. Ну, шагает уверенно. Значит, все в порядке. Арбитр разрешает войти обратно в игру. Игрок у Динамо. Перевод на фланг. Хорошая стенка. Качественная. Принимает мяч 69-й номер. Но ваут. Все-таки не смог обработать качественно. Вот как результат потеря мяча. По поводу игры. Можно сказать, что Депортиво пытается играть наскоками. Так сказать. Не играют они в контроль мяча. В откровенный. В отличие от Динамо Дрезден. Который с самого начала претендовал на контроль мяча. На инициативу. На игру первым номером. Удар сейчас поворотом. Очень неточный. Со стороны игрока Депортиво. 13-го номера. Так вот. Дрезден. Не получается у него пройти в Сентерполе. За счет выбранной тактики тренером, видимо. Но, опять же. Как только дело доходит до передачи на фланг. Со стороны обоих команд. Начинает быть опасно. Начинает становиться опасно. И как результат мы уже увидели два мяча. Благодаря такой игре. Выносит Борисов мяч. Играет понадежней. Аут будет бросать Динамо. В борьбу. Аут. И побежал. Побежал. Быстрая контратака. Депортиво. Принимает мяч. Удар поворотом. Ну, защитник опять. Опять играет надежно. Блокирует удар. И в игре у нас, по-моему, первый угловой. В исполнении Депортиво. Разыгрывает Депортиво. Снова на фланге. Через фланг играет испанская команда. Подача. Не получается принять мяч седьмому номеру. Но подбор. Подбор выигрывает Депортиво. За счет упорности. Ну, очень надежно играет. Ух, какой привоз мог случиться. Ну, опять же, результат проявления техники в своей штрафной. Или около штрафной. Это такое авантюрное немножко решение. Но Депортиво не наказывает. Уграют они уже немножко поспокойнее. Но, опять же, самый активный – это правый фланг. Через него в основном идут у испанской команды атаки. Вот сейчас Дрезден атакует левым флангом своим. Передача в центр. Качественная. И вот удар поворотом, который блокируется Тимошуком. Снова Динамо отдает передачу своему вратарю. И теперь через правый фланг. Неплохая задумка. На мяч снова перехватывают игроки Депортиво. Судья не заметил сейчас накладку. Неприятный со стороны игрока Депортиво. Снова берет под контроль мяч. Испанская команда. Подача. Хороший удар. Штанга. Штанга неплохо. Хорошая подача. Выигранная борьба. Защитники просто отпустили игрока атакующей команды. В принципе, Динамо снова выходит неплохо из обороны. Атака на фланге удар поворотом. Или это был прострел. Очень хороший только что был момент. На фланге на левом разобрались за счет хорошего паса игроки Динамо. Как результат передачи. Прострел вдоль штрафной. Удара не состоялось. Но неплохой уже результат. Очень острая атака. Сейчас в исполнении Тимащука. Борисова. Прошу прощения. Хороший удар. Вратарь играет ненадежно. Второй угловой для Deportivo. Играет острее все-таки Deportivo. У Динамо получается создать моменты уже. То есть они выходят неплохо из обороны за счет паса. Иногда за счет длинной передачи. Но поострее играет Deportivo. Немножко поинтересней. Тем не менее 1-1. Второй угловой для Deportivo. Подача. Выиграет борьбу игроки Динамо. Но подбор снова за Deportivo. Снова перевод. Хороший перевод на противоположный фланг. Защитник играет надежно. Ничего не выдумая. Отбирает мяч. Аут для Deportivo. Питается 9-й номер продраться. Сам в штрафную соперника не выходит. Удар от ворот. Пользу Динамо. Выбрасывает аут. 13-й номер номер Динамо. Ну опять-таки. Показывает установку на игру игроки Динамо. Некачественный пас. В среднюю линию. В среднюю линию. Но. Опять же. Deportivo сначала очень сильно прессинговала. В таких моментах, когда Динамо пыталась навязать свой стиль игры. Сейчас, после того, как Динамо очень сильно огрызнулась в виде гола забитого ответного. И теперь не рискует уже так открыто прессинговать испанская команда. Неплохо отработал Борисов. Сам исправил ситуацию. Удар от ворот. В РТР разыгрывает. Опять же с Борисовым. Очень активен. Сегодня Олег. Снова передача на правый фланг. И... Аут. Аут, да. Аут, но в пользу Динамо. Снова-таки. Хорошо играет в обороне Динамо. Хорошая атака. Продрался по флангу. Десятый номер. Удар по воротам. Блокируется. Блокируется защитником. Но подбор за счет борьбы. Игроками Динамо. Хороший удар. Качественный, плотный. Но опять же мимо ворот. Снова попытка перевода. Успешная. С противоположного фланга. Центр передачи обыгрывается. Игрокит Депортиво. Короткий пас. Касание. И вот нужно уже что-то придумывать. В центре поля. Теряет мяч. Казалось бы. Но быстро возвращают игроки Депортиво мяч. За счет опять-таки. Грамотного расположения. Возле своей половины поля. Очередная позиционная атака от испанцев. Ну вот успокаивает немножко игру. Испанская команда. Пытается найти какие-то варианты. Удар по воротам. Неплохо. Немножко освежил. Так сказать. Вариант. Варианты атак. Для испанцев. Ну что. Игра немножко приутихла. Моментов стало меньше. Уже скорее это позиционная борьба. Которую мы с вами наблюдаем. Вот. Хорошая атака. Передача в центр не получается. Не получается. Подбирает мяч. Подбирает мяч Борисов. В большинстве выходит в атаку испанская команда Депортиво. Разыгрывает они. Мелкий пас перед... Охо-хо-хо. Умудрился. Извернуться, так сказать. Игрок Депортиво. Красиво пробил пяткой. Но вратарь среагировал. Качественный сейф. И уже третий угловой для Депортиво. Подача. Снова за счет подбора после углового выходит из обороны в атаку Динамо. Выход один на один. Мимо. Мимо. Хорошая атака. Быстро как пружина выпрямилась команда Динамо. Ну, как результат опасный момент. Но снова-таки мимо. Вот теперь за счет длинной передачи пытается выйти Динамо на своем правом фланге. Хорошая задумка. Но снова-таки перехватывает в центре поля мяч Депортиво. Опасный может быть момент. Защита снова перехватывает мяч. Опять же. Опять же. Динамо в центре поля никак не может нормально себя почувствовать. Потому что, ну, просто закрывают. Перекрывают воздух игроки испанской команды. Постоянно прессингуют. Активничают в центре поля. Как результат они больше владеют мячом за счет инициативы, которая исходит из игроков обороны и полузащитников. Удар поворотом. Неплохо. У нас готовится первая замена. Снимает с седьмого номера тренер команды Динамо. Освежает правый фланг. Вот сразу игрок, вышедший на замену, получает, потрогает, так сказать. Неудачный перевод. Ну, опять же, тринадцатый номер почищает все сегодня. Он отлично играет. Руденко. Еще удар поворотом стороны Динамо. Через излюбленный фланг. Такое Депортиво. Качественно обыгрывается. Удар поворотом. И снова. В той же манере, как и в предыдущем моменте, когда бил Тимошук. Попытался пяткой пробить игрок Депортиво. Но на этот раз мимо ворот. Первый угловой для Динамо. Это может быть опасно. Подача. Немножко неудачно. Первый игрока не перелетел мяч. Удар поворотом со стороны второго номера Динамо. Классно обыграл принципа на фланге своего оппонента. Хорошая атака от Депортиво. Мяч выходит за рамки поля. Ну вот. Сыграл противоположный фланг Депортиво. Они атаковали через свой левый. Пытается сейчас Депортиво играть через удары. Подходя к штрафной соперника. Но сейчас атака Динамо. Подача в штрафную. Защитник перехватывает мяч. Выбивает его за рамки поля. И уже второй угловой. Подряд. У команды из Дрездена. Подача. Выигрывает подбор снова. После успешного действия оборонительных игроков. Депортиво. Передача в центр. Неплохая атака. Обыгрывает Тимощук своих соперников. Играет попроще. Играет спиртюб. Они снова обыграются вместе. Хорошо действует сегодня на этом фланге. Удар поворотом. Простая задача для вратаря. Снова таки. Некачественная передача. Как результат перехват испанской команды мяча. Съедают вдвоем. Фланговая игрока. Депортиво. Защитники. Контератака. Контератаки не выходит. Успокаивает игру. Динамо. Вот есть неплохой вариант на правом фланге. Но, увы, удар, так сказать, от себя. Мимо в молоко. И вот разница между командами. Сразу к делу приходит Депортиво. Разыгрывает через фланг, через центр. Удар поворотом. Вратарь реагирует. Реагирует. Снова атака. И снова в подобной же манере пытается пробить игроки. Депортиво. Снова пяткой. Красиво. Защитник выходит. Немножко опасно. Сыграл игрок Динамо. Выставил ногу. Но арбитру виднее. Опасной игры он там не увидел. Вообще мало участия арбитра в игре. Вот сейчас. Останемся на момент. Убирает под себя. Снова такие. О чем я хотел сказать. Изначально арбитр очень мало принимает участие в матче. Очень мало свистков. Матч-то не грубый. Но тем не менее. Были моменты спорные, сомнительные. По поводу решений арбитра. Придерживают мяч. Такие Динамо. Ну, как-то непоследовательно они это делают. С одной стороны, они пытаются игру контролировать. И до какого-то момента, когда мяч переходит уже во фланг. После этой атаки хорош. Очень неплохо. В неплохом положении находились игроки Динамо. Выбаривают мяч. И снова третий угловой. Третий угловой для Дрездена. Они за последние пару минут посыпались. И сейчас опасный момент. До этого ничем это не заканчивалось. Сейчас они решили разыграть, что логично, в принципе. Все-таки доходит мяч. ДРК Дрездена. Аут. Момент неплохой. Выходит в контратаку сейчас Депортиво. Немножко натормозится по себе. Убирал Тимасчук. Передача на фланг. Хорошая стенка, но немножко не добежал. Немножко не добежал Тимасчук. Теперь атака в сторону испанской команды. Испанских ворот. Вот очень хорошая передача. Передача проходит между ног у защитника. Прошу прощения. И вот на встречных курсах. После углового. Немножко таким... Моментом он стал переломным в игре. Было пару атак без центра поля. Убий их команд. Брасывает аут. Динамо борьба. Ну, в отличие от игроков испанской команды, не может никак на сесть в полную силу игроки Динамо. И поэтому на каких-то участках поля в обороне Депортиво практически нет проблем. За счет количества... Опасно сейчас играет десятый номер. Арбитер на этот раз свистнул. Потому что откровенно уже фалил игрок Динамо. И вот опять же. Вот эта стеночка, эта двойка постоянная, которая проходит у игроков Депортиво. Хорошая передача. Удар. Мимо. Угловой. Угловой подает Депортиво. Надежно. Ну, нет никаких проблем со стандартами у обеих команд. В принципе, оборонительные игроки справляются со своей задачей. Вот сейчас опасный перехват. Динамо выходит. Два вратаря. Удар поворотом. Один-два. Динамо выходит вперед. После отличной борьбы. Гетман отдал передачу прекрасную. Гетман же эту борьбу. И мяч выиграл. Борьбу выиграл. Прошел. Немножко протянул мяч. И отдал передачу на Макарцева, который без проблем реализовал момент. Один-два. И Динамо немножко неожиданно. Наверное, и для себя в том числе. Выходит вперед на последней минуте.